Новый водовод – это путь к здоровью, что может быть важнее, говорят герои нашего следующего материала, которых, можно сказать, лишают возможности получить вовремя даже экстренную помощь. Путь к их дому тернистым. Дорога к многоэтажке оказалась во владении частника, и за проезд к своему жилью людей хотят заставить платить. Речь идет о доме 140 на улице Красноармейской. Опатовой ситуации, но в отнюдь не шахматной партии, репортаж Эдуарда Истомина. Ленинский район, похоже, обживает перы. На Красноармейской 140 перекрыт проезд к многоэтажке. Земля перед ней во владении частника. Ходить и ездить здесь воспрещается. Частная собственность – это священная корова. Когда господин Камалиев поставил свои ворота, у нас баки мусорные остались здесь. То есть для того, чтобы мусор вывезли, нам пришлось эти баки вытаскивать на улицу. Автопарковка на городской улице. Материалы для квартирного ремонта волочат вручную от трассы. Страдают и родители. Детские коляски они транспортируют вручную. Ведь частная собственность – это священная корова. Обходя эти ворота, там еще бордюр, невозможно. Поэтому приходится тащить на руках все сумки, всех детей. Проезд экстренных служб затруднен. Не от ложки и пожарным дорога сюда заказана. И это вместо законного проезда с разворотом. А все потому, что частная собственность – это священная корова. Собственник выдвигает условия о выкупе, либо об обмене земельного участка. Врисовывается кругленькая сумма с шестью нолями. Она, конечно, для жильцов этого дома не посильна. И единственный способ решения этого вопроса – это подключение властей. Однажды они подключились. Установили публичный сервитут, но собственник успешно оспорил его у Фемиды. Проиграв последние суды, чиновники развели руками. Я вот, например, был уверен, что он пойдет судиться. Мы тоже были уверены, что мы выиграем все суды. В ситуацию вмешался Народный фронт. Его эксперты считают, что дело на грани абсурда. Им непонятно, куда зрели чиновники в городском архитектурном управлении. Его руководитель Наталья Гордеева взяла огонь на себя. Вы подписывали? Моя фамилия, мое... Вы подписывали, да? Я подписывала. Сервитут? Я подписывала. А вот, видите, получается, вы подписали не совсем корректные документы. Изначально под многоэтажку выделяли землю, но ее зачем-то раздробили на два участка. Их поставили на кадастровый учет. Далее застройщик продал 11 пятачков в фирме прокладки. А уж фермачи сбыли его физическому лицу. Поэтому здесь единственный вопрос. Ревизировать как-то в судебном порядке итоги всех сделок. И требовать признания права общей совместной собственности жильцов на этот участок. А в последующем его присоединять к этому участку. Сплыло и другое. Спорный участок благоустраивали за счет бюджета, поясняет Андрей Егорочкин. Теперь он чужой. А народные деньги разбазарены. Проезд к дому, который на сегодняшний день, вот вы видите, заасфальтирован. Это благоустройство. На сегодняшний день эти вложения как бы ушли впустую. Потому что они находятся на чужом земельном участке. Жителям дома намекнули, что вопрос решаем. Но за звонкую монету, дескать, оформляйте частный сервитут и платите хозяину. А можно, как вариант, проложить другую дорогу. В качестве альтернативы почему-то фигурирует этот участок. Он сзади дома на Красноамейской 140. Но по факту это и есть смена сшила на мыло. Ведь у этого пятачка тоже есть собственник. Если его владелец пойдет в суд, то он выиграет это дело. Люди за годы порядком нахлебались таких псевдозабот. А фраза «работаем и контролируем» их раздражает. Такое впечатление сложилось, что они в большей степени занимаются отписками. Второе, то, что они не могут никаких предложить вариантов решений для жителей. Подписывают якобы специалисты, а по факту страдают люди. В ходе диалога чиновники обещали доложить главе города о ситуации на Красноамейской 140. А еще запросить информацию у других ведомств. Может, тогда станет ясно, кто из профи-специалистов прокололся на этом злосчастном сервитуте. Эдуард Истомин, Михаил Державин, Сергей Свишников. Вести Ульяновск.